Она потеряла папу дважды. В 9 лет, когда он ушел на фронт, и через пару месяцев, когда с ним оборвалась связь. Отца Руфины Малютина и Василия Невежина отправили на север, в Карелию. Все, что он оставил в памяти маленькой дочери, была забота, сквозь строчки единственного письма. Как маме поступать надо в войну? У нас же 6 человек. Она справилась с этим заданием, так же, как и отец, выполнил свой долг. И остался на поле боя. В Карелии сибирский батальон из тысячи человек готовили к войне 5 суток. А потом бой у деревни Ругозера, пункт, который нельзя облаздать. Выжили единицы. Треуголка Василия Невежина и подтолкнула его потомков создать фильм о тех героях. Алтайский режиссер Вера Уразова работала над лентой 5 лет. После экспедиции на север, говорит, там и сейчас земля дышит войной. Там сохранились окопы, зоты, доты, блиндажи, ячейки наших солдат, потому что в 41-м году каждый солдат отдельно себя окапывал. Самое важное, что мы можем здесь найти, это бойцы и их медальоны. Мы их нашли. Фильм «Высота» – это смешение двух времен. Прошлого, где погибли сотни воинов, и настоящего, где работают поисковики. Алтайский отряд «Высота» приезжает в Карелию 8 лет подряд. Благодаря его работе покоя обрели 25 останков безымянных солдат. Вместе с детьми дань памяти погибшим отдает и Елена Иванова, внучка Николая Варламова, повторившего подвиг Матросова. Что может чувствовать человек, который в последнюю минуту вспоминает, наверное, и дом, и семью. Но слово «Родина» в те времена было превыше всего. Всю документальную картину покажут в Барнауле 6 сентября, накануне того самого боя 41-го года, который спустя десятилетия побуждает потомков вновь и вновь проходить уроки войны. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости.